Как бескомпромиссно держаться своих убеждений? Пастор Матти Сирвия Откроем Библию на послании к римлянам, 12 главе. Пастор Матти Сирвия Пастор Матти Сирвия Воскресенье по радио передавали церковное служение. Мы жили далеко от поселка, где находилась главная церковь, так что бабушка не имела возможности пойти туда, да и все не могли. Так что все мы ждали воскресного времени. Я не знаю, ждал ли я, но моя бабушка ждала этого воскресного служения. Один из моих дядей был таким замечательным, потому что когда все остальные лежали в постелях и слушали служение по радио, то мой дядя надевал костюм, надевал галстук, ставил стул перед радио. И когда во время служения люди вставали, он также вставал. Когда садились, садился и он. И все воспринимали это как странность, потому что казалось, что он делал это нарочито. Как ребенок я смотрел на это, и я был очень впечатлен картиной. Я сказал в своем сердце, этот человек действительно верит. Он действительно хочет услышать о том, что происходит, и он любит Бога. В то время мы даже не могли подумать, что это будет записываться, и мы сможем проиграть это, и я смогу включить это, например, вечером, или что-то вроде этого. Такого выбора не было. А сейчас выборов у нас больше, и кажется, что верить легче. Но так ли это? Это же и более вызывающе. Потому что мир, в котором мы живем, неверующий мир. Мы не верим в то, что мир становится христианским. Библия не обещает этого. Даже несмотря на то, что мы проводим миссионерскую работу, и мы верим в евангелизацию, в этом и природа, и характер церкви, но нет обетования, что этот мир станет христианским миром. На самом деле, мир погрузится еще глубже в темноту. Мы видим это даже сейчас. Если вы последите за международной политикой и тем, что происходит в мире, народы разделены. И главное разделение в Европе, или в Турции, или в Америке, или в России, это между светским и духовным. Это не просто политические партии, но это между светскими людьми и верующими людьми. Даже в Турции страна разделена 50 на 50. Есть мусульманское сообщество, которое представляет верующих людей, и другое сообщество светское, смешанное и представленное любым человеком, который не интересуется Богом. И это очень разноцветная группа. Мы обнаружили, что нам намного лучше быть среди верующих людей, нежели среди радикальных неверующих из светского лагеря. Пропасть между верующими и неверующими усиливается. Сегодня, когда вы думаете о том, во что вы верите, то вы верите, что Иисус умер за вас на кресте, вы верите, что Иисус сейчас на небесах, вы верите, что Иисус возвратится, вы верите в восхищение Церкви. Это невероятные вещи. И когда вы объясняете эти события людям, они смотрят на вас, как если бы у вас было три головы. Они не могут воспринять это, потому что для них это настолько по-другому и так странно. Я хочу поговорить немного об этом. Что же это за отличие между верующими и неверующими? Откроем этот отрывок в Римлянах 12-е, 2-е. Он говорит верующим об этой разнице. Там есть некоторое предупреждение и ободрение. Римлянам 12-е, 2-е. И не сообразуйтесь с веком этим, с миром этим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Здесь два разных греческих слова. Слово «сообразоваться» означает «вы становитесь соответствующим образцом мира». У мира есть определенный образ, у мира есть определенное направление, у мира есть определенное расписание. И Павел предупреждает верующих, не вступайте в такой образ, но преобразуйтесь. Будьте измененными по другому типу, который есть в Библии, подобие Христа. Мы изменяемся в подобии Христа. Позиционно мы уже во Христе. Мы полностью во Христе, и Христос в нас, и мы не можем быть разделены. Но сейчас, в нашем практическом опыте, мы преобразуемся в Его подобие, что означает, что мы все больше и больше отражаем Его характер, Его истину, Его замыслы. Выбор между светской жизнью и духовностью выражается различными образами. Я хочу привести некоторые принципы, которым обучает Библия. Как верующий может хранить себя, содержать себя, свои убеждения и ценности, не идя на компромисс с миром? Идете на компромисс, и жить становится легче. Иногда кажется, что кроме компромисса нет никакого выхода. Во-первых, Библия говорит, что вы не можете служить двум господам. Евангелие от Матфея, 6 глава. Иисус говорит о деньгах, о мамоне. Человек не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 глава. Это понятно. Мир действительно силен. Но Он хороший слуга. Все, что в Нем, для нас. Давайте использовать это. Но не будем служить миру. Мир злой хозяин. Если Он определяет наш стиль жизни, если Он управляет нашим расписанием, если Он говорит нам, что делать, а что не делать, во что верить и во что не верить, то мы попадаем под Его руководство. Мир злой хозяин. Но Он хороший слуга. И у нас есть власть использовать мир. Мне нравится это слово «власть». Мы не кланяемся миру, но мы используем его. Мы используем всю медицинскую технологию, всю науку, телефоны, самые последние образцы телефонов. Мы используем это по максимуму. Потому что это для нас, правда? Но мы не под властью нашего телефона. Вы слышите? Вы слышите меня? Телефон не является моим хозяином. Я властвую над телефоном, правда? Иногда выглядит так, будто телефон – царь моей жизни, телефон – идол моей жизни, или телефон – бог моей жизни. Вам нужно быть очень внимательными, потому что мир правит через телефон. Интересно, что все, что вы делаете, вы можете сделать с помощью вашего телефона. И плохое, и хорошее, к сожалению. Но это могущественный инструмент. Итак, вы не можете служить двум господам. Мы служим Господу, и поэтому мы учимся говорить «нет» миру. Мы учимся ограничивать мир. Мы учимся закрывать дверь миру. И мы говорим «не здесь». Вы нежелательны. Я не хочу приглашать мир в свою жизнь. Но мир стучит настойчиво и желает проникнуть самыми различными путями, чтобы захватить вас и установить свою власть над вами. Мне нравится это положение верующего. Мы не подчиняем себя этому миру. Никоим образом. Мы не предназначены для этого. И мы не собираемся это делать, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Христос больше сатаны. Я встретился с одним из моих оманских друзей. Я рассказал ему об одной выставке, которую я посетил в Стамбуле. И он сказал, «Это просто сатана». «Это просто сатана». Я ответил, «Ты абсолютно прав. Это просто сатана». Он желает увлечь людей и попытаться занять людей безумными вещами. Итак, мы не можем служить двум господам. Во-вторых, мы в действительности не можем скрыть живой веры. Если у вас живая вера, она обязательно явится. Не беспокойтесь об этом. Не волнуйтесь. Достаточно ли вы свидетельствуете? Достаточно ли евангелизируете? Достаточно ли разговариваете со всеми? Не беспокойтесь об этом. Просто поклоняйтесь Богу. И это явится через вашу кожу, через ваши очки, через ваши прически. Кто-то заметил сегодня, что у меня новая прическа. Всего один человек. Если у вас живая вера, тогда это будет подобно городу, на возвышенности. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, Иисус говорит об этом. Город на холме невозможно скрыть. Евангелие от Матфея, 5-я, 14-й. Мы такого рода город. Даже если бы мы попытались скрыть, попытались бы скрыться среди других, греющихся у костра, как это было в случае с Петром, на нем это было везде написано. Он отрекся от Христа 3 раза, но это было написано в нем повсюду. Даже его акцент выдавал, что он из Галилеи. Это было в нем во всем. Я доверяю этому. А вы? Если Христос в вас, то это обязательно будет видно так или иначе. Как можно скрыть Христа, если это живая вера? Таковы мы в этом мире. Но вы не можете услуживать. Есть времена, когда вы не можете услужить и людям, и Богу. И тогда вам нужно выбирать. Это подобно апостолам в Иерусалиме в Деяниях 6-й главе, когда их арестовали и приказали прекратить говорить об этом имени Иисуса. И тогда Петр ответил им, посудите сами, разве для нас не более важно верить Богу, нежели людям? Есть времена, когда мы не делаем то, что нравится людям, потому что мы хотим, чтобы довольным был Бог. Некоторые люди не будут счастливы. Например, выпивка. У меня никогда не было проблемой с этим. Я вообще не пью алкоголь. Точка. Я не верю в выпивку. Я не осуждаю людей, которые пьют. Это не мое дело. Но я не пью. У меня просто есть сильное убеждение в этом. Однажды я был у себя на работе, и один из моих коллег сильно рассердился, что я не пью. Я не мог понять этого. Ну, как человек может сердиться из-за того, что я не пью? Но он сильно разозлился из-за этого. Он захотел, чтобы я потерял работу из-за этого, потому что я не пил. Это было таким сильным наскоком на меня. Мы с коллегами сидели вместе, и вдруг это произошло. Он начал кричать на меня. Это было очень необычно. Я был там, слушал его, и почувствовал, что Бог говорит мне, просто уйди. Я что-то сказал им и ушел. Уход подействовал очень сильно, потому что я знал, кто я. Я знал, чего я хочу, и я знал, кто мой Господин. И все. Но люди будут обижаться из-за ваших убеждений. Люди будут обижаться из-за того, что вы не поддерживаете однополые браки, или что вы не поддерживаете кого-то, кто крадет государственные деньги. Что угодно, что угодно может возникнуть. И люди будут обижаться. И в это время вы знаете, что вы доставляете Богу удовольствие. Мы призваны действовать именно так в этом мире, потому что мир не добрый хозяин. есть три вещи, которые я хочу выделить. Неверующие не признают эти вещи, но они очень важны. Они подобны большим зонтам в нашем стиле жизни. Но неверующие не признают этого. Первое это ответственность перед сверхъестественным. Мы, как верующие, верим, что есть сверхъестественный мир, и мы ему подотчетны. Я имею в виду Бога и его царство. Мы признаем, что мы ответственны перед Ним, но неверующий не признает. Он не верит, чтобы существует какой-то невидимый мир. И его жизнь находится в очень маленькой коробочке. Его жизнь крайне ориентирована на себя, хотя он может быть профессионалом в делах международной политики. Но его жизнь в очень маленькой коробочке, потому что он упускает суть. И если вы не признаете невидимую, сверхъестественную жизнь, тогда ваша коробка в жизни крайне мала. Но как верующие мы знаем, что есть Царство Божье, которое присутствует непосредственно здесь, есть ангелы, есть демоны, есть начальство и власти, есть происходящие события, которые невидимы, и мы признаем это. Поэтому мы верим, что есть то, что свято. Некоторые вещи святы, и вы не играете с ними, вы не обращаетесь с ними, как с чем-то обыкновенным, вы не говорите, да, что там есть? Нет, вы знаете, что святость соединена со сверхъестественными вещами. Если бы не было признания сверхъестественного, то тогда не было бы ничего святого. Но мы признаем, что есть святость, и она соединена со сверхъестественным. И благодаря этому мы признаем это. Мы не говорим беспечно, мы не делаем что-то в этом месте, потому что мы признаем, что мы ответственны перед сверхъестественным. Но неверующий мир не признает этого. Второе тоже очень реально. Мы как верующие признаем нашу зависимость от сверхъестественного. Мы зависим от Бога. Наша жизнь дар от Бога. Она не подарок от Дарвера, правда? Она не какие-то остатки от обезьян. Нет. Она дар от Бога. И мы признаем нашу зависимость от этого. Если бы Бог не дал хлеб мне на завтрак, я бы не прожил и секунду. Если бы Бог не дал зрение, я никогда бы не смог сделать нечто подобное. Как бы я мог создать это, если не мог бы видеть из-за отсутствия глаз? Правда? Я завишу от того, что делает Бог. я признаю, что спасение также из этого ряда. Я никогда не смог бы упорядочить мою жизнь достаточно, чтобы быть принятым. Я никогда бы не смог это сделать. Я никогда бы не смог стать достаточно святым или достаточно ангельским. Никогда. служеб я не 愿 я Я говорю И я признаю это, я завишу от этого. Такая зависимость от сверхъестественного не существует для неверующего. Он говорит, у меня есть все благодаря моей собственной деятельности. Я заработал деньги, построил это, я это сделал. Третье, как верующие мы признаем замысел, который превосходит естественное. Наша вечная цель. Мы здесь не для того, чтобы попить, поесть, получить работу, потерять работу, получить новую. Мы не для того, чтобы есть пиццу. Это все замечательно, но если такова наша жизнь, то тогда привет! Не предлагайте это мне. Как неверующий может евангелизировать меня? Как они могут убедить меня в том, что у них есть нечто лучшее, нежели у меня? Тяжелая задача. На самом деле, если они попытаются сделать из меня атеиста или рассказать мне, да, все это глупость. Нет, это не так. Потому что в этом нет никакого смысла. Иногда мы встречаем богатых людей, у них есть деньги, безграничные источники денег, и у них нет ничего. Удивительно, не правда ли? Они могут поехать куда захотят, они могут есть все, что захотят, они могут купить все, что захотят, и они пусты. Это удивительно. Это удивительно. Потому что ничто из таких вещей не может дать нам смысл. Наш смысл в вечности. Время для вечности. Все, что здесь есть, имеет отношение к небесам. Всякое взаимоотношение, каждая возможность, каждый момент, каждое испытание, каждое признание, каждая мысль, все имеет отношение к вечности. Удивительно, правда? И у нас есть все основания, чтобы верить в это. Нечто ожидает нас в вечности, нечто, что было достигнуто здесь, во время нашей жизни. Это чудесно. Но если у вас только временные цели, какая трагедия? В то время, как у вас есть душа, которая в действительности предназначена для вечности, но вы живете только во временных целях. Но в этом и есть различие. Библия говорит. И я хочу упомянуть еще три вещи. То, как Бог описывает наше наследие, имеющееся у нас, наше духовное наследие. Библия говорит о покое, который превосходит понимание. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Бог дал нам мир, покой. И когда вы думаете о покое, что это? Это чувство, отношение. Некоторое достижение. Что такое мир? Это отсутствие войны? Что такое мир? Когда вы слышите, что этот мир, который превосходит понимание, то это означает, что вы не можете проникнуть в него. Он выше понимания. И это сверхъестественное свидетельство Святого Духа в наших сердцах. В Римлянах 8 главе говорится, что Дух вместе с нашим Духом свидетельствует, что мы чадо Божье. И это не чувство. Мы не всегда чувствуем это, но это сверхъестественное свидетельство о мире, который превосходит всякое понимание. Мы не можем объяснить это. И опять же, это не нечто мирное, что бы там ни было, но это нечто невероятное. Это сверхъестественное свидетельство Божьей уверенности в нас. Так что мой ум не может понять это. И поэтому я счастлив, что не могу, потому что если бы я мог понять это, то я, возможно, стал бы фамильярен с этим, начал бы игнорировать это или что еще. Но это там сейчас, и я не могу объяснить, но это там совершенно точно. Второе, о чем говорит Библия, о любви, превосходящее разумение. Ефесянам 3 глава 19 стих. Это еще одно сверхъестественное качество, данное нам, и оно называется любовью. Павел определяет это так. Это нечто, что превосходит разумение. Это не просто знание о любви. Как вы можете быть любимой сверхъестественной сущностью? Любимы Богом. Это другое. Это отличается от мужской любви, женской любви, семейной любви, отцовской любви, материнской любви. Это отличается. Любовь Бога. Она превосходит знания. Это больше, чем просто знания. Это снова уверенность, уверенность в любви. Просто позвольте Богу любить вас. Знаменитый буклет. Просто позвольте Богу любить вас. Какова величайшая нужда в жизни верующего? Просто позвольте Богу любить вас. Вторая нужда в жизни верующего. Просто позвольте Богу любить вас. Третья, самая важная нужда в жизни верующего. Просто позвольте Богу любить вас. Понятно ли это? Это нужда насущна. Просто позвольте Богу любить вас. Не пытайтесь что-то совершать. Не пытайтесь делать что-то еще упорнее. Не пытайтесь дисциплинировать себя, наказывать себя, тренировать себя, обучать себя сначала. Просто сначала позвольте Богу любить вас. Это основание нашей веры. И это любовь, которая превосходит знания. Такая могущественная уверенность. Затем, в-третьих, Библия описывает нашу веру, как то, что мы живем по вере, а не по видению. Второе послание к Орифянам 5-7. Итак, в этом отрывке, послание к Римлянам 12-2, говорится, чтобы мы не сообразовывались с этим миром. И слово «там» означает, я записал точное толкование, комментарий этого слова. Длинное слово. Сус-кэ-ма-ти-зо. Понятно? Это греческое слово, и оно означает «соответствовать внешней форме». Не сообразовывайтесь с внешней формой мира. Не приспосабливайтесь в этом мире. Вы чувствуете себя иногда несколько странными в этом мире. Это замечательно. Это по-библейски. Когда вы иногда чувствуете, что вы не вписываетесь в мир, вы подобны страннику здесь. Это соответствует Библии. Если вы прочитаете послание к Евреям 11-ю главу, это глава «Все об этом». Все те верующие были странниками, потому что они искали Родину, они были странниками, и они знали это. Итак, мы не от этого мира. Мы не остаемся в этом мире. Но мы здесь странники на время, и мы будем в конфликте. И мы увидим все больше и больше, как этот конфликт возникает в мире. Я лично думаю, что это приведет к экстремальному состоянию, о котором говорится в Евангелии от Матфея, 24-й главе, когда верующие будут убивать и будут думать, что они делают благое дело для Бога, что само по себе причудливо и очень странно. Я думаю, что мы приступаем к временам, когда правители этого мира скажут, в мире есть только одна проблема, и это верующие. Только одна проблема, которая мешает нам жить хорошо организованной жизнью и спасать планету. И это проблема верующие, которые не повинуются. Мы наблюдали это в истории, даже в библейские времена, в разные времена. Вспомните Даниила и Иосифа. Это все проявления одного рода. Как в Новом Завете говорится, что много антихристов пришло в мир. Они пришли в духе антихриста. И мы это видели. И это все больше возрастает. Мы готовы. Но при такой расстановке, когда мы видим, что пропасть увеличивается, мы в действительности верим, что мы сияем все ярче и ярче. Не так ли? Аминь. Комментарии, мысли, жалобы, вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.